Надо всегда быть у вас в гостях. Я себя чувствую здесь чаще как дома, чем в гостях. Слава Богу! Сплю всегда на своем любимом диванчике. Он уже такой облюбованный мной. Я не знаю, когда Бог приехал и Ниночка положила его на мой диванчик, я аж заревновала. Думаю, вот это да! Сейчас я одна на нем спать должна. Ну, слава Богу! Что, действительно, этот дом, он очень открытый. И много любви в этом доме. И много очень принятия. Нина Владимировна, для меня лично, она готовила кучу еды. Я ее одна ем, и никто больше ее не ест. Никто, кто и не ест, больше, оказывается. Поэтому, слава Богу! Благодарение Богу за таким, действительно, братьям и сестер. Это мой второй дом. И мои все родные и близкие знают, когда я еду в Бровары, все знают. А, это ты как домой едешь. Ну, слава Богу, отдохнешь. Слава Богу! Так что я рада. И очень благодарна вам, церковь, что я могу быть здесь вместе с вами сегодня на этом месте. Я верю, что то, что мы будем сегодня читать, оно еще больше нас воодушевит на путь следования за Господом нашим. И когда мы пели, тут прославляли Господа, молились, Бог мне показал такую очень хорошую вещь и сказал, чтобы я об этом сказала. Мы все говорим о том, что мы должны быть привиты к глазе, да? Все это знают. Ни одного из нас нет, кто бы не знал, что мы должны быть привиты к глазе. Но он сказал, что то, что мы должны быть привиты, это, ну, как бы, часть, да? Главное, чтобы каждый из нас осознавал или, знаете, как говорят, почитай отца и мать, да? Да. Мы понимаем, что нужно почитать отца и мать, но, ну, у каждого из нас свои представления почитания отца и матери. Так вот, быть привитой к глазе, он говорит, для тебя это привилегия, что ты привит к глазе, для тебя это привилегия. И ты настолько должен ценить эту привилегию, и как мы видим, что мы привиты к глазе. Вот когда вы в воскресенье здесь сидите, дорогие мои. Вот когда вы, все преодолевшее, проявляете усилия, заставляете где-то себя, разрушаете какие-то препятствия, идете сюда, в Дом Божий, этим вы утверждаете свою принадлежность к глазе, к телу Христову. Понимаете? Простая вещь, как вы можете себя проверить? Вот я в воскресенье здесь на месте, я тут. Ваша принадлежность, ваша принадлежность к телу Христову и к тому, что вы привиты к глазе, это ваше участие в служении, в жизни, в Церкви Божьей. Если у вас есть желание не пойти, и вы поддаетесь этому желанию, то понимаете это очень серьезно, что где-то уже вы можете быть отсечены. Отсеченная ветка, она не сразу чувствует, что она отрезана, она еще живая. Вот посмотрите на любую веточку, да? Она еще живая, она не сразу засыхает. Поэтому очень внимательно будьте к себе. Если нет желания идти в Церковь, если нет желания что-то делать для Господа, если нет желания быть в теле Христа, у меня уже горит красная лампочка, и я должен что-то сделать с собой. Боже, на коленке, в молитву, в пост, в отношении с Господом. И это очень важно. Это то, что я просто здесь сегодня для вас лично получила, поэтому вы сами себе рассуждаете об этом. Но я думаю, что для меня это тоже очень хорошая цена. Мы сейчас будем с вами читать первое послание фессалоникийцам, поэтому можете читать. У кого есть Библии, откройте. У кого нет Библии, вам, наверное, напишут обо всем об этом. Первое послание фессалоникийцам, четвертая глава. Мы будем ее всю читать, поэтому запаситесь немножечко терпением. Это замечательная глава. Она просто будет нам напоминать о нашей жизни в теле Христова. Итак, мы читаем. Затем, братья, это относится к нам, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Мы видим уже с первых слов, как Павел говорит в церкви, не просто говорит, дорогие мои братья, я так рад вас видеть, он об этом говорит в первых главах. Но здесь он уже говорит, я вас умоляю просто. То есть он делает акцент на очень важных вещах в жизни каждого из детей Божьих. Поэтому он говорит, акцентируйте свое внимание на том, что вам нужно поступать и угождать Богу. Поступать и угождать Богу. Каждый из нас может сказать, я очень даже хорошо поступаю, я в церкви десяти ему даю, я там на те служения хожу, я там еще что-то делаю. Молодец, слава Богу, пусть Бог благословляет. Но Павел говорит, не только хорошо, что ты это делаешь, а он говорит, и преуспевай в этом. Понимаете, он не останавливает то, к чему ты уже достиг, что ты уже сегодня имеешь, что ты уже сегодня совершил или совершаешь. Он говорит, ты должен не останавливаться на том, что ты уже имеешь сегодня, а преуспевай. Завтра у тебя должно быть лучше. Завтра у тебя должно быть больше. Завтра твоя жизнь во Христе должна быть еще светлее. Еще ярче светить для многих людей, которые вокруг тебя. И потом он говорит, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ну, все знают, это две заповеди замечательные. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Мы немножко, как бы, чуть-чуть больше остановимся на этом. Бог дал нам две заповеди. Мы знаем, одна первая заповедь, она гласит о любви Бога, о любви человека к Богу. И о том, что Бог должен быть самым главным в нашей жизни. Вторая заповедь, касающаяся человека, то есть отношения человека с Богом и отношения между людьми. Да, мы знаем, это крето. Но он говорит, следующий стих, который мы только что с вами прочитали, что его воля есть наше освящение. То есть каждый день, исполняя заповеди Божьи, мы должны совершенствоваться, как мы перед этим сказали. Мы должны возрастать все больше и больше во Христе. Но он говорит такие удивительные слова, которые, как бы, к этому всему, как бы, не подходят. Причем здесь он говорит о блуде. Оказывается, что самый главный блуд человек совершает, больше всего, даже не подразумевая, это в духовных отношениях. Потому что самая первая заповедь гласит, возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всем разумом своим, всей крепостью своей. О чем она говорит? О том, что все, что есть вокруг тебя, во всей твоей жизни, должно быть на втором, на третьем и так дальше месте. Он говорит о блуде, который чаще всего мы совершаем, даже не задумываясь. Первые, что мы начинаем утром, открываются наши глаза, даже еще до того, как они открылись, наш разум просыпается. Первые слова, которые звучат в твоем разуме. Куда пойти, что сделать, кому что дать, что сделать, дома, на работе, куча всего. У молодежи, конечно, вообще другие. Так, я сегодня пойду, все им расскажу, все мы там решим быстро. Это называется уже, несмотря ни на что, блуд. По одной причине. Первые твои мысли должны быть кому? Господину. Кто из нас об этом когда-либо задумывался? Какие наши планы на день? Что мы хотим сегодня сделать? Кто у нас главный сегодня? Моя плоть. Знаете, я встретила одного человека на улице, и он сказал, это была девушка, и она была совершенно, как она говорила, я хожу в православную церковь очень редко, но я думаю, что жить с Богом, это не угождать своему чреву. Я посмотрела на нее и думаю, вот это да, неверующий человек, фактически. Мы же себя считаем верующим, глубоко верующим, понимаете. Она фактически неверующий человек. Посещает иногда православную церковь. Очень редко читает Библию, но она заметила такие уникальные вещи, как блуд нашего чрева. И это слово блуд, оно вообще имеет настолько много вот таких вот, ну, я не могу сказать, ответвлений. Это лучше, знаете, как рак, который имеет массу метастаз. Вот это точно то же самое. Поэтому, когда Бог здесь к нам говорит о том, что воля Его, Его воля, это освящение наше. И продолжает Он тем, что нам необходимо воздерживаться от Буда. Как тесно связано или переплетено наше освящение с блудом. Видите? Поэтому Он дальше продолжает нам больше и больше раскрывать, конечно, эту тему. Мы будем дальше еще смотреть. Но акцентируйте свое внимание на этом слове. И не думайте, что блуд это только отношение между мужчиной и женщиной, между парнем и девушкой. Блуд трогает абсолютно все, что в головне в твоей жизни самого Творца. Мы читаем дальше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Если мы являемся сосудом Божьим, или мы являемся храмом Божьим, или мы являемся телом Божьим, или сосудом Божьим, значит, мы должны быть какими? Чистыми. Чистыми. Правильно? Чистыми. Мы должны быть чистыми. И ничто нечистого внутри нас не должно находиться. Правильно? Поэтому покаяние – это тот фактор или тот момент, который помогает нам очищать сосуд или храм Божьим изнутри. Правильно? Да. Поэтому покаяние – это одна из важнейших частей нашего человеческого существования или бытия. Потому что если мы не будем исповедовать и не будем освобождаться от всех тех грехов, которые мешают нам иметь вот эти отношения с Господом, близкие, то наш сосуд будет загрязненный. А значит, вот вчера мне моя сестра дорогая, она мне делала диагностику, так делала долго, я так устала, я уже в конце аж расстроилась, начала нервничать, думаю, да что же это такое. Слава Богу, отдохнула, поняла, что я была не права. Но столько там было, оказывается, всяких бактерий, всяких там червячков, жучков и всего остального, что я была просто удивлена. Я даже не думала, что внутри нас столько мусора всякого. Представьте, это если мы, ну, на физическом уровне смотрим, сколько у нас мусора, да, всякого, то на духовном уровне у нас там ведь тоже этого всего хватает, правда же? А как нам сделать, чтобы мы были всегда здоровыми? Надо убрать сначала духовный мусор, правда же? Если мы будем, чем больше выносить этот духовный мусор, тем больше очищаться будет и наше физическое тело, потому что духовное притягивает физическое. Поэтому, если у тебя есть какие-то обиды, какие-то непрощения, вот я вчера на Ниночку так прямо грыкнула, говорю, так, все, это неправда, я не хочу больше этого слушать даже, все это глупости ваши. Ну, чего ты хрылаешь-то? Ну, устал, ну, ничего, пойди, поспи, все нормально, чего ты нервничаешься? Было бы из-за чего? Теперь, вот, понимаешь, сидят, служат, 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 а ты еще и размущаешься, а? Все тебе не так, не с той стороны подошли, не то тебе одели, не так на тебя руки положили. И все не так, знаете, потому что, хоть по одной причине, мусор, мусор там, и он, конечно же, не дает нам вот эту возможность быть чистенькими перед Богом. А Бог говорит, освящение, это воля Божья для тебя, потому что Бог хочет очистить тебя полностью от всякого блуда, чтобы твои глаза, твои уши, твое сердце, твои мысли, они не уходили никуда от меня. Чтобы я наполнял тебя, наполнял тебя всей своей славой, всей своей силой, своей любовью. Знаете, я утром проснулась вчера, мне так было хорошо, мне, ну, просто было легко, радостно, мне хотелось танцевать, пить. А вечером у меня, естественно, проявилось, да, вот эти вот жучки начали, там мусор вылазить начинал. Слава Богу, благодарение Господу, что Он показывает, что есть у нас еще этого мусора. Но, если мы хотим быть здоровыми, нам нужно освобождаться, нам нужно очищаться от этого мусора, нам нужно выносить все это. И дальше Он говорит, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. А мы говорим, да я уже намного лучше, да посмотрите на Него, я вот какой, я же молодец, я же умница уже, уже не пью, уже не курю, уже не колюсь, уже не ругаюсь вообще. Знаете, когда я встречаю людей, которые имеют какие-либо проблемы, я думаю, слушайте, я вообще крутая, никогда не пила, никогда не курила, никогда не блудила, никогда не матюкалась, никогда... Вау, вот это я красава, а! Вот так я и к Богу пришла, пока Он мне вскрыл вот этих жуков и весь мусор там внутри. Потом, когда я увидела, я думаю, Господи, как Ты вообще на меня посмотрел, на эту красаву? Так что, знаете, мусора у каждого из нас достаточно, дай Бог, чтобы нам от него освободиться полностью, но это есть воля Божья. Поэтому нам не нужно смотреть на всех тех, которые вокруг нас. Наша задача смотреть на себя, что Ты перед Богом, что внутри Тебя, болезней есть? Бегом, Господи, на коленочке, папочка, что это, почему это, откуда эта болячка? Открой, вскрой, покажи, где этот мусор лежит в моем сердце, в моей душе, покажи, где она, где вот эта вавка, которая держит вот эту болячку во мне. Вскрывай этот мусор, очищай, выноси его, Боженька, я Тебя очень прошу, освободи меня. Вот идет процесс и освящения, самое главное, и процесс, когда действительно Его храм становится чистым, там Бог наполняет своим присутствием. И тогда, знаете, Его слава, это, ну, самое лучшее, самое лучшее, что только может быть, это Его слава внутри тебя, вокруг тебя, везде. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, краснолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали. Ну, мы свидетельствовать, свидетельствуем всегда. И чаще всего мы слышим свидетельства, которые помогают нам увидеть, что мы действительно с братом или с сестрой поступаем в некоростолюбиво. Слава Богу. Но Павел очень мудро говорит каждому из нас о том, чтобы мы, думая о своем освящении, не забывали тех, которые рядом с нами. Знаете почему? Потому что, когда приходит проблема, что такое освящение? Это процесс, когда мы переживаем какую-то проблему в своей жизни. Например, болезнь. Когда вот человеку плохо, когда ты себя плохо чувствуешь, вот даже ты сидишь сейчас на этом месте, плохо себя чувствуешь, ну, боли-то, ну, уже где-то ты что-то слышишь, что-то не слышишь. Правда же? Тебе не хочется сидеть, тебе хочется куда-то пойти, лечь, там, ну, что-нибудь сделать, но только не слушать, потому что это вообще раздражает сильно. А еще если громкое прославление, Алла вам болит, Боже мой, отстаньте все от меня, какое тут освящение? Вот он говорит, Павел, как раз к нам в этот момент, когда ты проходишь процесс освящения, не забывая о том, что вокруг тебя множество других братьев и сестер, который также в этот момент проходит свое освящение. У тебя голова сегодня болит, а у него, может быть, сердце болит, а может быть, у него душа разрывается, а у того, может быть, нои болят, а у третьего вообще проблемы дома и так далее и тому подобное. А мы все тут, друг рядышком с другом. И как? Мне же болит, мне плохо, мне плохо, мне болит. Что мне про него думать? Он сам с собой разберется. Правда? Нет. Правильно. Вот поэтому Павел и говорит каждому из нас, чтобы мы не поступали, не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, думая только о самом себе. По одной причине, потому что наш Господь, Он мститель за все это. Если ты будешь думать только о себе, думать, что тебе плохо, а кому-то хорошо, то Бог обязательно тебя введет и в Его состояние. Понимаешь? И ты пройдешь и Его путь страданий. А зачем оно тебе? Оно тебе надо? Зачем? Поэтому, как бы тебе не было плохо, а с братом своим или с сестрой своей поступай по милости, по любви. Как бы там не было тебе поступай. Да, говори, Слово Божье. Сам Иисус так поступал с нами. Помните, Его ученики драгоценные, Его любимые, такие самые лучшие, самые сильные, Петр, Иоанн, Яков, те, которые были все время с Ним, рядышком. Иисус, понимаешь, идут на коленях, пот течет кровью, и Он так перестрадал. Он приходит к своим этим любимым друзьям, ученикам Его, приходит, а они драгоценные спят. Ну, наше бы состояние. Я так и знал. Ух, я тебе сейчас как вришь, где палка, а ну вставай, лыдачи вы такие. Чтоб не так мы поступили. Ну, где-то, может быть, но так. Похороны мы все устроили бы. Как сказал Исуиский. Исуиский. Бодрствуйте. Потому что плод всегда на иночном. А Дух бодр. Поэтому бодрствуйте, дорогие. Все будет хорошо. Ни одного слова. Ни одного слова. Ни одной мысли. Он не мог допустить, не сделал ничего, чтобы нас каким-либо образом остановить, осудить, сделать нам больно. Ничего. Как же мы можем поступать друг с другом вот так? А мы поступаем. И еще как. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. А теперь, как мы думаете? Как мы можем быть друг для друга святым? Вот попрактикуем с вами после служения быть друг для друга святыми. Сколько мы выдержим? А если кто-то обидит нас, а? А если кто-то нам не так скажет? А если кто-то на нас не так посмотрит? Сколько нашей святости хватит? Ну, Бог говорит. Его воля для каждого из нас. Это наше освящение. Это наше освящение. Он не говорит, что вы сразу станете святыми. Но Он говорит, что Его воля, это чтобы мы все равно освящались. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого. Непокорный не покорен ни человеку, но Богу. Это очень сильное слово. Я думаю, что вы его знаете хорошо и понимаете. А братолюбие же нет нужды писать к вам. Ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Потому что мне даже не о чем тут говорить. Я знаю, как вы любите друг друга все. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Поэтому умоляем же вас, братья, более в этом преуспевайте. Видите, это Бог сам вам сейчас говорит. Я уверена, что это Его слово. Потому что я знаю, насколько вы действительно любите все друг друга. Любите свою церковь. Любите своего пастыря. Любите друг своих наставников и так далее. Я уверена в этом. Вы в этом еще больше преуспевайте. Не останавливайтесь. Слава Господу. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками. Как мы заповедовали вам. Знаете, многие думают, что-то вы тут немножко не так говорите. Потому что как можно жить тихо? Нам надо так, чтобы нас все видели, все знали, все слышали. Он говорит о тихом. О том, чтобы мы не были, знаете, так, чтобы о нас мир мог сказать что-либо плохое. Вот в этом плане, он говорит, живите тихо. Чтобы, ну, мы, к сожалению, люди. И мы бывает, выходим на улицы, мы говорим, да, мы свободны. И мы себя ведем, знаете, так, что о нас все знают и уже все видят. Слава Богу, если вы проповедуете Христа. Если вы миротворцы. Если вы несете любовь к Христа. Если вы помогаете примириться людям с Богом, слава Богу. Но если вы показываете свою свободу в распутстве, в беззаконии. Сегодня, ну, к сожалению, многие церкви, когда приезжают, что ты думаешь просто, куда ты попал. Потому что, я знаю, у вас этого нет, поэтому я могу спокойно об этом и свободно говорить. Но сегодня во многих церквях разрешено свободно наколки молодежи делать. Не только молодежи, но и многие взрослые братья. Они делают наколки себе. И пастырь это поощряет. И ты думаешь, ну, куда ты попал. В мир или в церковь. И это вообще противопротив Слова Божьего. Это не то, что там противодействие. Ты заставляешь человека накалывать на себя, ну, что бы то ни было. Даже если они там показывают. Мы там приемли с Пинчуком в одну церковь. А он говорит, смотрите, у меня вот, я не до конца еще доколол Иисус. Все видят и знают, что я Сын Божий. Понимаете? И поощряют пастыря такие вещи. Пинчук ему говорит, не лучше было бы тебе просто людям подходить и рассказывать о нем? Понимаете, какие вещи? Или бывает, приезжаешь в церковь. Там говорят только о том, что нам необходимо просто как можно больше финансов. Берите кредиты, берите, там, не знаю, долг берите, что хотите. Нам нужно больше финансов, нам нужно построить церковь. Вы не слышали такого? Слышали. Очень много сегодня церквей. И ты думаешь, ты куда попал? В церковь Божью? Или ты попал на какое-то предприятие? Понимаете? Поэтому Бог нас вот здесь, вот просто через Павла, Он помогает нам увидеть, насколько нам важно видеть, что мы в правильном месте. В правильном месте, в правильное время. Знаете, есть такие прямые очки у меня. Поэтому усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо и делать свое дело и работать своими собственными руками. Как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. И ни в чем не нуждались. Поэтому, если мы дети Божьи, то я уверена на сто процентов, что Бог заботится о нас. Бог заботится. Нам не надо брать кредиты. Нам не надо искать и вблизать какие-то долги. А нам нужно учиться быть в Его святом, драгоценном присутствии. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. К сожалению, это сегодня тоже очень такая острая тема для многих. Потому что многие в церквях не понимают, как можно радоваться, когда рядом лежит покойник. Как можно танцевать, когда родственник умер. Я вас понимаю. Когда умер мой отец, я была такая счастливая. Я вам серьезно говорю. Я была такая счастливая. Я так благодарила Бога. Я так радовалась. Мое сердце просто пело и ликовало. Я была счастлива по одной причине. Мы 16 лет молились за моего отца в семье. И он ничего не хотел слушать о нем. И вот перед свадьбой моей дочери я пригласила своего родственника, своего свата, Пинчука, чтобы он рассказал Евангелие моему отцу, потому что мой отец не признавал евреев. И он не хотел ничего слушать о Христе. Он говорил, я тебя учил о Боге. Что ты сейчас учишь меня? Я тебе о нем рассказывал. Что ты сейчас мне хочешь рассказать? Поэтому я не могла ему ничего рассказать. Поэтому я пригласила Пинчука. Спасибо Богу за него. Он не смотрит на лица. И не слушает, что говорят люди. Поэтому он пришел. Я говорю, папочка, вот это наш будущий сват. Вот его сын женится на нашей Настеньке. Вот так что мы будем родственниками. Он еврей. Моему папе сразу стало весело. То он говорил, ну вот он хотел тебе что-то рассказать. Когда только Пинчук спросил его первые два вопроса, он говорил, так, все, хватит. Мы уже поговорили. Он, Пинчук, даже не обратил внимания на эти слова. Я очень благодарна ему за это. Он просто начал излагать Евангелие. Он рассказал ему все Евангелие. В этом время, пока он ему рассказывал Евангелие, вы не думайте, что он сидел и слушал. Нет. Мы с ним общались добросовестно с моим отцом. Он смотрел телевизор при этом. И Пинчук излагал ему Евангелие. Я была расстроена до невозможности. Потому что я знала, что все опять пропало. Когда уже Пинчук закончил излагать Евангелие, он говорит, можно я за вас помолюсь? Он, мой отец, говорит, не надо. Она за меня вот столько лет молится. Зачем еще ты будешь молиться? Пинчук помолился. Потом он говорит, а теперь повторяйте за мной. Говорит, не буду я за тобой повторять. Вообще, вы уже засиделись. Давайте, уходите. Выходите, давайте. Быстренько. И у нас так в дверь, в дверь, знаете так, с любовью. Я выхожу первая, Пинчук за мной. В конце он уже ему говорит, а теперь скажите аминь. Он говорит, аминь, идите уже. И закрыл за нами дверь. Мы выходим на улицу. Я махнула рукой. Говорю, опять все пропало. Опять все вот так вот. Опять он ничего не принял. Я была расстроена до невозможности. Пинчук говорит, сестра, кайся. А я-то тут при чем? Я говорю, что же случилось? Он говорит, твой отец принял Христа в свое сердце. Я говорю, как? Он же всю дорогу только противился. Он сказал на все, что я сказал ему, аминь. Говорю, Боже, прости меня, я каюсь. Мой отец принял Христа. Я благодарю тебя. Что вы думаете, через полгода, да, прошло полгода, но отец пришел в церковь, где я служу. Это немыслимо. Он мог пойти куда угодно. Католик. Он мог пойти в католический храм. Нет! Он пришел в церковь, где я служу. И самое было для меня... Знаете, мне каждый раз хотелось плакать, потому что я не верила Богу. Я сидела на первом ряду, а у нас тут также стоят коробочки. И он проходил мимо меня, неся пожертвование свое, копилку, и смотрел мне в глаза. И мне каждый раз было стыдно. Каждый раз. Поэтому последний раз, когда мы сидели с ним, все собрались, наши родственники, потому что он очень плохо себя чувствовал, все должны были на следующий день улететь, уехать. Мы сидели с ним. Никто не думал, что он уйдет. Но мы сидели с ним, и он говорил такие слова. Плакал. Говорил. Я знаю, куда я иду. Я иду к Иисусу Христу. Поэтому, когда он утром, в 6 утра, я вошла в его комнату посмотреть, как он, а его уже не было, он уже пошел домой. Я была самым счастливым человеком. Я говорю, папа, это самый большой подарок. Большего нет. Когда ты видишь, твои родные и близкие, они уходят домой. Они не идут в ад. И они идут домой. Поэтому, когда мы сидим на похоронах, и лежит твой родной и близкий человек, он пошел домой, что может быть больше, что может быть счастливее? Ты его больше не предупредишь. Ты ему больше ничего не расскажешь. Ты его больше не остановишь. Ты не скажешь ему, понимаешь, тебе надо было исповедать, тебе надо было что-то сделать, тебе надо было изменить жизнь. Ты ничего уже не сможешь ему сделать. Пока ты живой, пока он живой, делай все. Самое главное – верь. Иисус сказал ему, если будешь веровать, увидишь славу Бога. Ты будешь любить, ты будешь любить. Ты не предупредишь ни одного из умерших, ни одного из мертвых ты не поможешь. Ни одному. Но пока есть шанс. Пока есть возможность. Говори, не умолкай и верь. Я верю, Отец, я верю. Я знаю, я верю. И ты увидишь, что я слава. Поэтому нельзя предупредить умерших. Но у нас есть великая привилегия. Мы все будем дома. Мы все будем в Его Царстве. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам, словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господней, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Утешайте друг друга этими словами. Дорогие, что может быть ценнее, больше, главнее, радостнее, прекраснее, чем быть вместе всем вот так вот? Представьте, мы все вместе вот так встретимся, дома, на небесах, будем радоваться, будем ликовать, будем танцевать, будем петь, славить Его. Я всегда говорю, седьмая глава Откровения, великое множество белых одежд, это все мы. Представьте, как мы будем там стоять, драгоценные, что может быть ценнее. Поэтому, когда наш родственник, родной, близкий, для нас человек умирает, мы должны радоваться, мы должны танцевать, славить Господа, мы должны восхищаться им, благодарить Его, потому что этот человек, родной нам, идет домой, куда мы хотим, чего мы жаждем. Поэтому нет ничего более лучшего, более лучшего, более радостного, чем видеть, что наши родные и близкие будут с нами в Царстве Отца. Аминь. Поэтому пусть Бог хранит, благословит каждого из вас, пусть Его милость прививает на вас всегда, во всякое время, всегда помните, вверх. Это то, что поможет нам не только самим спастись, но и всем, которые вокруг нас. Всем, которые вокруг нас. Поэтому будьте благословлены и счастливы. Спасибо.